Привет всем! Добро пожаловать на мой канал Рукоделий. И сегодня мы сделаем очень необычную открытку. Открытку слайдер. И я уже тут подготовила нужные мне картонки. Сейчас я вам расскажу, что тут у меня. Три отреза картона для основания. Размером 15 на 15 сантиметров. Потом два отреза по 11 сантиметров в высоту. И ширину тут у меня 15, а тут 13. И еще мне понадобится... Я разрезала обыкновенный файлик. И подготовила себе такой вот отрез пленки. Размером высотой 10 сантиметров. И в длину. Сейчас посмотрим, сколько получится. Оно должно получиться 22 сантиметра плюс шоу. И еще какие-то элементы для декора. Уплотнение, клей. И давайте сейчас приступим сначала к декору. И потом к сборке этой открыточки. Заднюю часть мы оставляем чистой. Серединка также у нас будет чистой. Декорировать мы будем основную часть, для которой я использую очень плотную акварельную бумагу. И крылышки такие я буду декорировать. Они должны... Вот в таком виде они будут видимые части у меня. Значит, я их должна задекорировать вот в этом диапазоне. Я сначала сделаю им красивые уголочки, округленные. И теперь приступим к декору. Ну, з infants. Вот, пения. Пμα Encara. Левая надпись написана с юмором, а правую я сделаю с имитацией каллиграфии. Я карандашом себе сделала такой вот черновичок и сейчас я обведу синими чернилами, сделаю красивую надпись. Жду, когда немного чернила подсохнут, вытру карандаш и сделаю тоненьким фиолетовым карандашом, имитацию тетрадной разметки. Так сейчас выглядит надпись и теперь я просто займусь декором надписей, пройдусь немножко по краю акварельными карандашами, Итак, декор надпись я закончила, теперь я перейду к сборке центральной части. Я тут сделаю два надреза. Теперь в эти отверстия засовываем нашу пленочку подготовленную. Пленку я закрепила таким образом, я себе отметила маркером, где надо проложить ряд скоб. И скобами из степлера обыкновенного вот таким образом закрепила пленочку. Теперь я ее завожу в конец. И две мои надписи. Сейчас я вам покажу, как я их буду соединять. Надпись, которая длиннее у меня пойдет сзади, закреплена будет слева. И я ее буду крепить на двусторонний скотч. Вот таким образом. А надпись, которая покороче, я ее закреплю справа с лица. Открытки. И так это должно у нас выглядеть на данном этапе. И теперь это все нам надо соединить, спрятать в открыточку. Это у меня будет задняя часть. А это передняя, которую я буду декорировать. И это все я посажу сейчас также на двусторонний скотч. И таким образом я сейчас сложу задняя часть, серединка с слайдером и передняя часть. Но переднюю часть, вот эту часть я буду сначала декорировать. Это будет обложка моей открыточки. И начну я с декора края. Я с декорацией. Музыка. И я с декорацией. И я с декорацией. Теперь я с декорацией. Так как карандаши у нас объемные, я еще добавлю такую вот прослоечку с пенки. Чтобы поделить ее от фона. Итак, я еще добавлю несколько последних штрихов. Вот такой декор у меня получился. И сейчас я это все хочу соединить вместе. И у меня получится такой вот хвостик. На него можно добавить еще немножко знака вопроса. Это будет значить у нас загадку. Я добавила сюда дырочку, чтобы вставить ленточку. Итак, заднюю часть я уже подготовила. И теперь так же поступаем с передней частью. Добавим последний штрих. Это петельку, за которую мы будем тянуть. Вот такая необычная открыточка у меня получилась. Она выглядит, как будто надо потянуть за хвостик. Но нас ждет сюрприз. Так как вытягиваем мы надпись с двух сторон. И можно ее сделать и на тему дня рождения, и на тему любого другого праздника. В данном случае я делала на школьную тематику 1 сентября. Очень необычное оригинальное поздравление. Такая вот открыточка ручной работы. Создавайте и креативьте вместе со мной. Подписывайтесь на новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!